Центром нашего внимания были руки, и мы сказали, что человеческие руки олицетворяют экономическую дееспособность и силу. В том, что касается человеческих рук, когда кровь Иисуса истекала из Его рук, мы были избавлены от бедности и приведены в место изобилия. А что такое бедность? Бедность — это нужда, это нехватка, долги, недостаток, это дефицит в разных областях. Бедность не бывает в одной только области. Поэтому, говоря о бедности, мы не имеем в виду лишь нехватку денег. Когда мы говорим о бедности, мы имеем в виду недостаток в разных сферах. Знаете, у вас может быть нехватка здоровья, нехватка мира. Вам может не хватать исцеления сердца. Нам надо изменить свое понимание в отношении богатства и бедности. Быть богатым не значит иметь изобилие вещей. Быть богатым не значит иметь обилие денег в банке. В 17 стихе 3 главы Откровение сказано, «Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Иисус говорит, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ». Так что, если у вас миллион долларов в банке, и вы умираете от рака, знаете, вы просто бедный человек с миллионом долларов. В то же самое время, может быть так, что у вас здоровое тело и никаких денег в банке. Тогда вы бедный человек со здоровым телом. Итак, вам надо понимать, что слово «преуспевание» происходит от еврейского слова «шалом». Вот откуда мы взяли слово «мир». Так что, когда Господь говорит о том, что вы богаты, Он имеет в виду, что в вашей жизни нет недостатка и разрушения, что у вас нет никакого дефицита. Он говорит о каждой области вашей жизни. Если у вас есть деньги в банке, не значит, что вы богаты. Вы бедны до тех пор, пока нет гармонии во всех сферах жизни. Богатство — это когда в жизни полная гармония, когда в ней нет недостатка и разрушения. Бедность — это когда в других областях вашей жизни есть недостаток. Иначе говоря, возможно, что в трех из пяти областей жизни дела у вас идут хорошо, но пока есть нехватка в остальных двух, вы бедны. Бедность — это когда есть недостаток в какой-то сфере. Вам надо понять это. Вам надо обновить свой ум этой истиной. Или вы будете продолжать мыслить лишь материальными категориями. И это только один кусок пирога. Слыша слово «богатство», вы думаете только об одном куске пирога, материальном. Когда вы слышите бедность и думаете об одном только куске пирога, о нехватке материального. Но Бог хочет, чтобы вы увидели гораздо большую картину. Это больше, чем один аспект. Поэтому вам надо изменить свое мышление. Вам надо смотреть на это так, как этого хочет от вас Бог. Для того, чтобы вы увидели совокупную сумму того, что Он стремится сделать. Думать в категориях одного куска пирога — это значит перенимать мирское мышление по этому вопросу. Вы говорите «преуспевание». Люди сразу же думают «деньги». Они берут во внимание только один аспект, но если мы, христиане, поймем значение этого слова, тогда мы не будем думать о преуспевании, как только о деньгах. Мы будем думать о полной гармонии и мире во всех областях жизни. Когда мы говорим «бедность», послушайте, «бедность» — это результат непослушания Богу. Она стала следствием грехопадения человека в Эдемском саду. До того, как человек впал в грех в Эдеме, изобилие было совокупной суммой истории. У него было все. У него были все материальные благословения. Он ни в чем не нуждался. И плюс к тому у него была красивая жена. В его жизни не было недостатка, потому что он пребывал в изобилии. Но как только он ослушался Бога, пришла бедность. Бедность — это не Божие творения. Это творение сатаны. Это творение непослушания. Библия говорит, что бедность бедняка — гибель для него. Вот в чем тут дело. Я постоянно говорю «бедность», и вы только думаете об одном аспекте — о деньгах. Я постоянно говорю о том, что бедность — это результат непослушания Богу. А вы говорите «надо больше денег». Вы не понимаете, о чем я говорю. У вас неудача во многих других сферах. И пока вы не поймете, в чем суть бедности, вы будете представлять богатство как деньги, материальные блага, и говорить «бедность — это не про меня, у меня есть деньги». Вероятно, здесь не так много богатых людей. И я говорю не о деньгах. Я говорю о людях, которые могут сказать «у меня ни в чем нет недостатка, у меня нет никакого разрушения в жизни». Это все хорошо, но до тех пор, пока в вашей жизни есть недостаток и разрушение, вы бедняк. Проблема в том, что вы терпите бедность, нужду, дефицит. Вы терпите непродуктивность и не ассоциируете себя с бедностью, потому что у вас есть какие-то деньги, и у вас есть дом и машина. И до тех пор, пока вы будете терпеть недостаток, дефицит, непродуктивность, до тех пор, пока вы будете терпеть их, вы от бедности не избавитесь. Почему? Потому что все еще не видите, что воля Божья для вас, как для христиан, в том, чтобы вы жили в шаломе, в мире, без всякого недостатка и разрушения. Для вас иметь три из пяти аспектов жизни в недостатке и разрушении нормально. Но это не нормально в понимании Бога. Бога радует шалом, гармония, преуспевание его народа. Бога не радует одно только, что у вас есть деньги в банке, или то, что вы исцелены. Ему угодно, чтобы вы имели гармонию и преуспевание во всех областях жизни. Вот что я стараюсь донести до вас через это учение. Если вы терпите бедность в одной области, вы даете ей доступ во все остальные. Вам надо изменить понимание того, что я говорю вам. Когда я говорю «бедность», вам надо перестать думать только о деньгах. Когда я скажу «бедность», вам надо задаться вопросом «чего не хватает в моей жизни?» Где в моей жизни разрушение? Где в моей жизни дисгармония? Где в моей жизни нет шалома? Потому что это показатели того, что бедность продолжает существовать. Тоже верно и тогда, когда вы смотрите на противоположное этому. Итак, я сегодня попробую атаковать ветхий склад ума, от которого некоторые из вас не хотят избавляться. Нормально для вас, если вы, выйдя отсюда, скажете «Ну, я знаю, что у меня все хорошо, за дом у меня заплачено, и за это тоже». Однако вы смотрите только лишь на один аспект. Я должен показать вам, насколько опасно позволять бедности присутствовать в вашей жизни. Я призываю вас, церковь, освободитесь от бедности. Некоторые люди говорят, что быть бедным не так уж и плохо. Хорошо, опять-таки, я только что сделал это утверждение. Некоторые люди думают, что быть бедным не так уж и плохо. А вы тут же подумали, не иметь денег — это не так уж плохо. Я сейчас стараюсь изменить ваше мышление, ведь я не имел в виду финансы. Вот что я сказал. Некоторые люди говорят, что жить в недостатке, нужде и дефиците, когда дела не идут, когда нет продуктивности во многих областях жизни, включая и финансовую, это не так уж и плохо. В конце концов, в послании Иакова, и такие слова там действительно есть, говорится, «Не бедных ли мира избрал Бог?» Но послушайте, Бог избрал бедных не для того, чтобы оставлять их такими. Бог избрал людей, живших в нужде, не для того, чтобы оставлять их в нужде. Бог избрал людей с каким-то недостатком в жизни, не для того, чтобы оставить их такими же. Давайте откроем первую книгу «Царств», вторую главу, прочитаем восьмой стих. Уж поверьте, этого будет достаточно, чтобы изменить ваше мышление. Первая книга «Царств», вторая глава, восьмой стих. Что Бог хочет сделать с бедными? Слава Богу! Первая царств, два стих, восьмой. Давайте прочитаем восьмой стих вместе. Готовы? Читаем. «Из праха подъемлет он бедного, избрение возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Обратите внимание на сказанное. Бог избрал бедных, чтобы возвысить их. А из чего Он хочет их вывести? Из недостатка, из нужды. Он хочет вывести из непродуктивности. Он хочет вывести из бедности. Он избрал нуждающихся. Вот что сказал Иисус в Евангелии от Луки, 18 стихе, 4 главе. «Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Бедных. «Проповедовать пленным, бедным, освобождение, слепым, бедным, прозрение». Все эти люди относятся к категории бедных, потому что у каждого из них недостаток чего-либо. Итак, Иисус избрал тех, у кого нужда, у кого недостаток, тех, кто непродуктивен. Я хочу сказать, что это хорошая новость, потому что если у вас нужда и недостаток, это значит, что Иисус избрал вас, чтобы поднять из этого, поднять вас из болезни, поднять вас из зависимости, поднять вас из недостаточности в том, что касается финансов. Он хочет, чтобы вся ваша жизнь была поднята из недостатка, из бедности. Иисус говорит, «Я избрал вас». Он говорит, «Я поставлю вас на позицию, о которой вы и не мечтали, но вам надо знать, что поднять вас есть моя воля». До тех пор, пока не будет известна воля Божья, вера не сможет действовать. Понимаете, даже хотя... Послушайте, то, чему я вас учу, требует веры. Без веры это работать не будет. Вы можете об этом знать, но без активизации веры вы этого в своей жизни не увидите. Это подобно проповеднику, который верит в то, что каждое воскресенье надо жертвовать. И он жертвует каждое воскресенье. Однако у него нет откровения о том, что Бог даст ему финансовое преуспевание. Следовательно, он ограничен в своей вере. Он не может активировать ее на финансовое преуспевание, потому что не верит в то, что это воля Божья. А до тех пор, пока не будет известна воля Божья, вера действовать не будет. Мне необходимо в это утро убедить вас в том, что воля Божья для вашей жизни, избавить вас и поднять из любой области недостатка, нужды, бедности и долгов. Такова воля Отца. Но если вы говорите, «Ну, знаете, я не думаю, что это так уж заботит Бога, или не думаю, что это так важно, я думаю, намного важнее спастись и обеспечить себе место на небесах». Да, но так же Бог обещал, что у вас будет небесное время здесь, на земле. Ну да, вы идете на небеса, однако здесь, на земле, живете как в аду. И до тех пор, пока вы не будете убеждены в том, что нет воли Божьей на то, чтобы вы жили от зарплаты до зарплаты, это не Божья воля, чтобы у меня не было еды. Это не Божья воля, чтобы я был больным. Это не воля Божья, чтобы я находился в какой-то зависимости. Это не воля Божья. До тех пор, пока вы не достигнете этого момента и не скажете, «А теперь я мобилизую свою веру на то, что есть воля Божья». Пока вы не примете этого решения, вы не увидите изменений в своей жизни. Недостаточно просто изучать Слово Божье и знать о нем. Библия говорит, «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». Мы обманываем себя, думая, что сможем добиться продвижения вперед только благодаря знанию. Мы не думаем, что у нас будет прогресс из-за того, что я уже это слышал. Мы думаем, что продвинемся вперед из-за того, что... Я знаю определение. Однако одно знание не приведет к изменениям. Вам необходимо знать, понимать, что это воля Божья, мобилизовать свою веру в этой области, и вот тогда появятся изменения. Недостаточно просто приходить в церковь, изменяющую мир. Необходимо принять убеждение, что процветание — это Божья воля для вас. Затем взять то, во что вы верите, превратить в исповедание, сказать это, мобилизовать веру, и вот тогда вы увидите исполнение этого. Вы слышите меня? У вас не получится просто послушать проповедь. Я сделаю все возможное, чтобы эта истина вошла в ваш разум. Вам необходимо это сделать. Когда вы уйдете отсюда, то недостаточно будет просто сказать, пока есть деньги, все будет в порядке. Нет. А что насчет избавления от зависимости? У вас есть деньги, но у вас зависимость от порнографии и кокаина. Так? И у вас проблема с гневом. Видите, в этих областях вы бедны. Вы в них банкроты. Вы не знаете, как общаться с людьми. У вас нет нормальных отношений. У вас уже пятый брак. Вы в этом отношении бедняк. Так что не говорите мне, что деньги – панацея. Они не могут быть панацеей. Вот почему Иисус говорит, «Я избрал вас, потому что хочу поднять вас, и когда я подниму вас, вы уже не будете полагаться на деньги. Вы будете полагаться на меня». Он говорит, «И теперь я позабочусь о ваших деньгах. Но также я позабочусь и о вашем теле, о вашем мышлении, и обо всем остальном, в чем у вас есть недостаток». Он говорит, «Я хочу, чтобы вы были поистине богаты». Вы еще больше разжигаете вам нежелание донести вам истину. Когда я наталкиваюсь на непонимание, это значит, что в вашем разуме твердыня. Сегодня я разобью эту твердыню. Я раскалю ее, как орех. Гармония, целостность, воля Божия для вас, чтобы вы преуспевали во всем. Воля Божия, чтобы в вашей жизни не было разрушения. Ну, не знаю, у меня сейчас трудное время. Тому есть причина. У вас и должно быть трудное время. Да, оно должно быть у вас. У вас разрушения, долги, зависимость и все это, потому что вы сами помогаете этой позиции сохраняться в вашей жизни. Понятно? Понимаете? Вы сосредоточены вот на чем. Иисус, помоги мне. Мне нужны деньги. А Иисус говорит, причина, почему у тебя нет денег, намного глубже. И мне надо сначала разобраться с корнем этой бедности, прежде чем я разберусь с бедностью в твоей жизни. Истина в том, что Иисус избрал не только бедных, но также и богатых. Нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым. Только я сказал богатым, и вы сразу подумали, это человек, у которого много денег. Так? Богатый – это человек с деньгами. Нет, я не это имел в виду. Богатый человек – это тот, кто ни в чем не нуждается. У него нет областей, где имеется разрушение. Нет ничего плохого в том, что такой человек получает рождение свыше. Единственная причина, почему многие из них не родились свыше, я имею в виду людей с большими деньгами. Причина в том, что проповедники говорят им такое, во что они не могут поверить. Ни один бизнесмен, который оказался достаточно умен, чтобы разбогатеть, находясь в здравом уме, не поверит в то, что благой бог отнимает у тебя все, что ты имеешь, потом сделает тебя больным для того, чтобы чему-то научить. Но ведь именно так некоторые и проповедуют, что сначала Бог у вас все отнимает, а потом восстанавливает. И это при том, что сам Бог здоров и богат. Для того, чтобы в такое поверить, надо сильно извратить свое мышление и понимание. И тем не менее, религиозная традиция понуждает людей к этому. Хорошо, кто из вас верит, что здесь записана воля Божья? Слово Божье – это... Слово Божье – это... То есть, когда вы спрашиваете Господа, покажи мне свою волю, что вы должны сделать? Прочесть Слово Божье, верно? Хорошо, давайте прочитаем Слово Божье. Я продолжаю работать над тем, чтобы вы поверили, что воля Божья в том, чтобы вы ни в чем не имели недостатка, чтобы у вас было богатство, преуспевание, мир, шалом, чтобы в вашей жизни не было нехватки и разрушения. Третье послание Иоанна, второй стих. Божья воля для вашей жизни – преуспевание. Что я только что сказал? Нет, я не просил вас повторять. Я спросил вас, что я только что сказал. Значит, воля Божья для вашей жизни, чтобы вы были здоровы? Воля Божья для вашей жизни, чтобы вы были счастливы? Воля Божья для вашей жизни, чтобы вы были свободны от долгов? Воля Божия для вашей жизни, чтобы вы были свободны от наркотиков, от порнографии, от безрассудного поведения? Воля Божия для вашей жизни, чтобы ваше сокрушенное сердце было исцелено? Воля Божия для вашей жизни, чтобы вы освободились от того, что мучило вас? Если вы слепой, воля Божия для вашей жизни, чтобы вы прозрели? Если у вас рак, воля Божья, чтобы вы избавились от него, Кто из вас верит, что преуспевание во всем – воля Божья для вас? Хорошо, смотрите. Воля Божья для вас – жить в изобилии, в приумножении, деньги в банке, свой собственный дом. Хорошо, давайте прочнем 3-е послание Иоанна, 2-й стих. Готовы? Читаем. Возлюбленный, более всего желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. В расширенной версии говорится «более всего молюсь». Я более всего молюсь, чтобы ты... Что? Хорошо, чтобы развить эту мысль, я использую синоним. Я молюсь о том, чтобы у тебя был успех. В какой области? В какой области? И далее, он упоминает эти области. Я молюсь, чтобы ты был здоров в теле и в душе. У кого-нибудь есть расширенная версия? Хорошо, я воспользуюсь своей. Обратите внимание на то, что говорит Иоанн. Воля Божия здесь ясно изложена. Он говорит, возлюбленный, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, чтобы твое тело было здорово, точно так, как преуспевает и здравствует твоя душа. То есть, он говорит, я хочу, чтобы ты был успешен во всем. Я хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал в своем теле. А как называется преуспевание в теле? Здоровье. Что такое преуспевание в духе? Рождение свыше. Что такое преуспевание в душе? Психическое здоровье. Итак, что такое преуспевание в физическом теле? Здоровье. А что такое преуспевание в браке? Мир. А, ну да, мир. что такое преуспевание в материальной сфере жить в достатке иметь изобилие и достаток для того чтобы позаботиться обо всем что необходимо в этом материальном физическом мире бог говорит что это его воля если вы будете колебаться и сомневаться божья эта воля или нет вера не сможет работать иначе говорят то что является волей божьей не проявится в нашей жизни до тех пор пока мы прежде всего не поверим что она для нас пока мы не мобилизуем нашу веру чтобы приобрести то что как мы верим принадлежит нам но если вы не верите в то что это ваше вы не станете пытаться его приобрести вы не серьезно относились к тому что по словам бога принадлежит вам потому что вы на самом деле не верили что оно вам принадлежит однако если кто-то угонит вашу машину которую вы купили то вы позовете полицию правильно вы позовете копов почему потому что вы будете активно отстаивать свое право на возвращение того что принадлежит вам и вот бог говорит это моя воля для твоей жизни и никакой активной борьбы за это с вашей стороны не должно быть мы выжидаем чтобы убедиться так это или нет однако дела в царстве божьем обстоят не так вы должны прилагать усилия для того чтобы получить то что как вы узнали является волей божьей для вас и вот что вам надо начать делать вот чего надо начать я знаю что многие из вас много чего повидали но вот с чего надо начать прежде всего надо начать с признания и исповедания подобно тому как в суде мы признаем что такой-то факт является истиной в суде требуют говорить истину я исповедую что это истина вам надо начать с исповедания вам необходимо сказать недостаток это не божья воля для меня я исповедую что божья воля для меня иметь преуспевание изобилие в каждой сфере быть успешным пока вы не достигните этого момента вы будете сидеть и терпеть нужду вам надо открыть уста и сказать бедность это не божья воля для меня это не божья воля для меня я не принимаю этого а затем во имя иисуса я провозглашаю свою жизнь то что является волей божией для моей жизни и стремлюсь к этому воля божья в том чтобы я мог оплачивать счета воля божья чтобы я был здоров воля божья чтобы я был свободен от долгов это воля божья и я не перестану это провозглашать не останавливайтесь из-за того что еще не видите осуществления продолжайте прилагать усилия пока не получите того что принадлежит вам я должен сказать вам что воля божья в том чтобы я был сверх успешным но вы так часто переживали неудачи что просто приняли это состояние смирились с ним и не прилагаете усилий к тому чтобы получить все что принадлежит вам это все равно как ваше имя поместили в списке на получение награды и ждут пока вы посмотрите список или позвоните или же вы можете активно стремиться к этой награде мы как христиане не делаем этого ну знаете пока что хватает мне моей кошки и собаки а больше мне не надо это самое эгоистичное утверждение из всех что вы могли бы сделать потому что вы тем самым говорите кроме меня самого мне никто не интересен пока что хватает мне и моей семье ну и слава богу а как насчет тех кому бог призвал нас помогать ведь он сказал что даст нам преуспевания чтобы мы могли помогать другим что насчет этих людей иметь достаточно только для себя и всей своей семьи этого недостаточно чтобы быть благословением никогда не молитесь так господи дай мне столько чтобы хватило для меня и моей семьи потому что без избытка вы не сможете помогать другим вы поступаете как эгоист потому что сосредоточены на себе и своей семье а божий план в том чтобы вы были сосредоточены на остальном мире на нуждающихся людях бог дал вам руки для того чтобы вы работали и чтобы у вас еще оставалось достаточно на благословение нуждающихся но не говорите пока что мне хватает вот и хорошо нет не хорошо потому что этому парню негде жить это не хорошо потому что вот этот ребенок голодает это не хорошо потому что эта страна проходит через трудное время а ведь у вас есть помазание и отношения с богом чтобы называть несуществующие как существующие и стремиться к преуспеванию в жизни но а вот на зону за лиц пока я жив я не удовлетворюсь посредственным потому что нигде в библии не сказано что это божья воля он нас сравнивает с собой а мы ведем себя как те кто противится ему бог сравнивает нас с собой что есть человек некоторые из вас удивляются а где это написано 8 псалом что есть человек что ты помнишь его немного ты умолил его перед аллахим славою и честью венчал его он говорит что поставил вас выше ангелов выше архангелов а мы ведем себе так словно мы хуже бесов почему это послание должно влиять на меня как она поможет мне она поможет вам избавиться от самого себя воля божья явно проявляется здесь более всего я хочу чтобы вы были успешны во всех сферах я хочу чтобы ваша душа процветала вот в чем дело если ваш разум ваша душа человек это дух у него нет духа он сам дух у него есть душа разум воля эмоции он думает выбирает чувствует он живет в физическом теле человек живет в физическом теле человек дух вот кто вы вы духовное существо вы не плотское существо послушайте меня вы духовное существо вы живете во плоти чтобы иметь власть в материальной сфере. Вы духовное существо, вы дух. У вас есть душа, и вы живете в теле. Когда вы умираете, то настоящий вы, то есть ваш дух, выйдет из тела, и если вы сделаете Иисуса Господом в своей жизни, то вы отправитесь в духовное царство Бога. Но если вы дух, у которого есть душа, и который живет в доме под названием тело, никогда не принимали Иисуса как Господа в своей жизни, когда наступит время покинуть дом, вы будете проводить вечность в духовном царстве, где будет очень жарко. Мы терпим поражение, потому что не принимаем волю Божью, и продолжаем терпеть то, что Ей не является. Мы жалуемся на то, что постоянно прилагаем усилия, но все равно находимся в бедствии. Бедность – это несчастье. Она разрушает, она приходит от дьявола и не является Божьей волей. Знаете, что будет, если вы встанете на эти слова? Многое изменится. Просто встаньте на них. Нет, это не Божья воля. Это не Божья воля. Просто признайте это. Признайте. Бедность не является Божьей волей для меня. Позвоните в банк и скажите, что кредиты не являются Божьей волей для вас. Да, вашу машину заберут на платежи, но разве Бог будет рад этому? Конечно, нет. Если вы собрались уходить, то мне можно наконец проповедовать. Сделайте то, что поможет вам избавиться от бедности. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Если не будет процветания в разуме, то процветания не будет нигде. Ну вот, скажу снова. Если вы не процветаете в разуме, то не процветаете нигде. Если вы не успешны в изменении мышления, в согласии со Словом Божьим, вы не будете процветать в теле. Почему? Потому что ваш разум не был проинформирован о том, что вы должны заболеть и умереть. Вы не будете процветать в браке, потому что вы не знаете, как жить в браке, потому что вы не знали, как процветать в душе. Вы не будете процветать в изобилии, потому что ваш разум не процветал в этом. Он не был обновлен словом, поэтому вы будете страдать от всего этого. Пока ваш разум не обновится и ваше мышление не изменится, вы должны настроить свой разум в согласии со словом. Настройте свой разум так, как вы настраиваете часы. Настройте свой разум и исполняйте все по плану. Настройте свой разум так, чтобы любить свою жену по слову и любите ее согласно слову. Настройте свой разум на то, чтобы процветать, как говорит Бог, и двигайтесь в этом. Все связано с тем, что вы должны настроить свой разум в согласии со Словом. Не отсиживайтесь и не ждите. Когда с вами что-то происходит, вы должны читать Слово. Бегите к Слову. Как я должен думать теперь? Что я должен говорить теперь? Как я должен думать? Ведь сейчас решается, буду я иметь успех или поражение. Говорю ли я правильные вещи? Правильно ли я думаю? Я готов сделать что-то, но правильно ли я думаю об этом? Боже, я не хочу впасть в искушение. Если вы не будете думать о плохом, то вы не будете искушаться им. Вы не будете делать плохое, пока не будете плохо думать. И обратное тоже справедливо. Если вы не думаете о процветании, то вы не получите его. Когда вы живете в нужде, вы не сможете дать ближнему, потому что вы не думаете об этом. Вы думаете лишь о том, что деньги куда-то уходят. Когда кто-то приходит и просит у вас благословений, то вы думаете, «Боже, мне надо что-то отдать». Но человек с обновленным умом знает, что делать. Со смелостью и уверенностью. Я знаю, что делать. Ты думаешь, что можешь играть со мной, дьявол? Я уже прошел через это. Я знаю, что дать. Если надо, я сделаю бутерброд с сыром и дам кому-то. Я должен дать что-то, чтобы показать царству, что я не неинформированный христианин. Я информирован, и мой разум обновлен. Я знаю, что сказано. Давайте, аллилуйя, давайте и дастся вам. Мерой добрую, утрясенную, нагнетенную, и переполненную отсыплют вам в лона ваше. Ибо какую меру умерите, такой уже отмерится и вам. И я напоминаю вам о лепте воды. Я христианин. У меня есть власть. Мой разум обновлен. Я стараюсь разрушить старое мышление, и для этого нужно упорство. Я хочу обратить ваше внимание на то, что с этим духом говорит не какой-то слабак. Вы понимаете, что я говорю? Бедность призвана уничтожить вас. Нужда призвана уничтожить вас. Нужда в какой-то сфере хочет разозлить вас, привести в стресс, причинить боль, отвлечь вас от того, что нужно сделать. Она создана для того, чтобы повлиять на вас. Она создана для того, чтобы увести вас из церкви, из слова, из отношений, которые могут принести пользу в вашей жизни. Вы не должны терпеть того, что вам чего-то не хватает в жизни. Вы должны открыть свои уста, и пусть дьявол знает, что я не боюсь его. Я знаю, что бедность — это не Божья воля на мою жизнь. Я должен иметь это. Я не счастлив, а должен быть счастливым. Теперь я пойду и сделаю счастливым кого-то еще. Помогу кому-то наполниться. Я знаю, как сделать это, дьявол. Для меня это не что-то новое. Но вы должны стать одним из ярых христиан, которые скажут, «Я не буду терпеть все то, что ты пытаешься сделать со мной. Ты слишком долго мешал мне». Я не буду терпеть этого. Я не буду разбитым. Я не буду жить в долгах. Этого не будет. Долги будут оплачены, потому что Бог дал мне обещание. Аллилуйя! Библия говорит, Бог сказал, «Требуй от меня». А вы все равно сидите и говорите, «Ну, наверное, если Бог захочет, если на то будет Его воля, если на то будет Его воля, то у меня, наверное, будет достаточно денег, чтобы сделать это. Если на то будет Его воля, то Он, наверное, исцелит меня. То мы, наверное, останемся вместе. Если на то будет Его воля, то я, наверное, больше не буду смотреть порнографию по ночам. Вы должны знать, в чем его воля. Теперь вы понимаете? Сегодня утром я не собираюсь говорить с вами ни о чем другом, как только о воле Божьей. Я еще даже не начал проповедовать. Я просто стараюсь раскрыть ваш разум. Я поступаю так же, как и фермер, который разрыхляет землю, чтобы посадить в нее семя, которое вырастет. Здесь все еще есть пару сотен человек, которые смотрят и говорят, «Я сделал это, но ничего не произошло, так что я все еще такой же, как был». Это все из-за ваших уст. Вы слышите, что они говорят? Это ваш большой урод, который привел вас в ловушку. Вы застряли там, где находитесь сейчас. Вы не изменили то, что вы говорите. Вы все еще думаете так же. Вы остались такими, как и были, потому что вы ничего не изменили. Вы безумны. Вы ожидаете чего-то другого, но не делаете ничего другого. Так почему это что-то должно меняться? Ну, это... Лучше закройте рот. Просто закройте его. Эээ. Вам лучше всего просто взять и замолчать. Но потом вам придется открыть рот и сказать что-то, потому что молчание так же плохо, как и плохие слова. Но я не буду ничего говорить. Вы все равно будете вести себя так, словно ничего не изменилось. Вы будете все держать в себе. Я тих и разбит, тих и болен, тих и несчастлив. У вас особняк на тысячу квадратных метров, в котором никто не хочет жить. У вас костюм за 10 тысяч долларов, но никто не сказал вам, что он мал. Понимаете? Хорошо. Теперь посмотрите на третий стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Иоанн говорит о процветании. Он называет его истиной. Он говорит, что рад этому. Он говорит, что для него нет ничего приятнее, чем услышать, что его дети ходят в истине. Он называет это истиной, потому что такой вещи, как Евангелие, о процветании нет. Есть Евангелие Иисуса Христа. Только Евангелие. Это мир называет его Евангелием процветания. Они намекают этим, что дело в деньгах. Я не говорю о деньгах. Я говорю о жизни. Давайте откроем послание к Ефесианам. Если вы смогли принять все то, что я только что сказал, то вы сможете принять и это. Вы увидите, почему мне пришлось так рьяно рассказывать об этом и готовить вас, чтобы вы предстали пред истиной. Сейчас вас ждет нечто очень хорошее. Название не может быть оправданным тому, почему вы не готовы принять это. Ефесианам 1, 3 стих. Прочитаем его со мной вслух. Аллилуйя. Я уже рад. Прежде чем я начну кричать и забуду о вас. Я уже читал эту проповедь. Итак, Ефесианам 1, 3. Готовы? Читайте. Помогите мне. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. Хорошо. А теперь расскажите мне, что вы только что прочитали. Бог, благословенный, благословивший прошлое время, то есть Он уже дал нам силу и благословил нас всякими духовными благословениями. Я только что прочитал, что нам были даны всякие духовные благословения. У вас написано то же самое? Итак, если у меня уже есть все духовные благословения, то значит я не испытываю в них нужды, потому что уже благословлен ими. Кто из вас верит в это? Да? Опустите руки. Кто из вас верит в это? Хорошо. Поднялось больше рук. Еще раз. Кто из вас верит в то, что вы благословлены всеми духовными благословениями? Серьезно? Хорошо. Давайте поговорим серьезно. Я скажу так. Вы не можете отделить духовные благословения от материальных. Вы не можете отделить духовные благословения от материальных. Я скажу еще пару раз. Вы не можете отделить духовные благословения от материальных. Вы не можете отделить духовные благословения от материальных. Вот почему Иисус сказал в Матфея 6 главе «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его». Все материальные благословения приложатся тогда, когда вы разберетесь с духовным вопросом «Ищите же чего прежде Царство Божье и правды Его». И другие вещи, о которых говорится в этом месте Писания, что вам есть, что пить и во что одеваться. И все это приложится, когда вы будете искать главные вещи в первую очередь. Слава Богу, духовная сфера. Духовная сфера принесет благословения в физическом мире, потому что Бог есть Дух. И Он создал мир материальным. Иначе говоря, физический мир не может действовать независимо от духовного. Бог, который есть Дух, создал все физическое. Все физические и материальные вещи пришли от духовного Бога, который создал духовный и физический мир. Без духовного мира мы не могли бы иметь физический, потому что Он, материальный мир, появляется из духовного. Забудьте о духовном, и физический мир разрушится. Он держит все словом силы Своей. Я хочу, чтобы вы увидели, что если духовный мир и духовные вещи являются корнем всего, что дает материальное, физическое, то значит, что между ними есть связь. И она покажет нам, почему что-то не работает. Дело в том, что на самом деле один мир является отражением того, что происходит в другом. Я говорю, что то, что происходит в одном мире, является отражением того, что происходит в другом. Я говорю, что то, что происходит в одном мире, является отражением того, что происходит в другом. Если вы разбиты в физическом мире, то это является вашим отражением в духовном. Если что-то не так в физическом мире, то это всего лишь отражение того, что что-то не так в духовном. Если что-то не на своем месте в вашей физической жизни, то это отражение того, что что-то не так в вашей духовной жизни. Вот почему вы можете спастись, взять слово и начать исправлять себя изнутри, что приведет к тому, что ваша физическая жизнь тоже исправится. Но вы хотите исправить вещи в материальном мире, не исправляя их в духовном. Поэтому, если у вас в физическом мире что-то не так, не стоит обвинять в этом дьявола. Кем бы вы ни были, и какие бы у вас ни были проблемы, это лишь отражение того, что происходит в духе. Исправьте дух, и отражение изменится. Исправьтесь духовно, и ваше физическое состояние изменится. Или вы можете обидеться на это утверждение. Вы знаете, как это бывает. Вы что, пытаетесь сказать, что это моя вина? Нет, я не пытаюсь сказать этого. Я уже это сказал. А чья же еще в том вина? Это ваша жизнь. Вам удобно винить во всем дьявола. Это хорошая отмазка. У дьявола дел не в проворот. Это легкая отмазка, в то время как у дьявола нет власти действовать против вас, пока вы сами не дадите ему разрешения. И кроме этого случая, он может лишь обращаться к вам. Он может лишь говорить к вам. И если вы ничего не знаете, то он точно научит вас чему-то. Это все, на что способен дьявол. Но состояние вашей физической жизни это всего лишь отражение вашего духовного состояния. Что-то не так. И вы стараетесь винить дьявола, вместо того, чтобы посмотреть на себя и сказать, какие у меня духовные проблемы. Повинуюсь ли я Богу? Сказал ли Бог сделать мне что-то, чего я не делаю? Сказал ли мне Бог дать что-то, а я не даю? Сказал ли мне Бог пойти куда-то, куда я не пошел? Сказал ли мне Бог простить того, кого я не простил? Сказал ли мне Бог провести время в молитве? В чем дело? Где я впал в неповиновение? Мы часто бываем неискренни в этом вопросе. Если в моей жизни что-то не так, так я не виню Таффи. Это я что-то упустил. Я должен пойти и посмотреть на то, что происходит со мной в духовном плане, если я хочу изменить это отражение, потому что это отражение является для меня указателем, что со мной что-то не так. Посмотрите на отражение, будьте искренни. Что сдерживает меня, Господь? Я могу быть лучше в духовном плане. Если Ты дал мне все духовные благословения, то что мешает им отразиться в моей жизни? Может, не прощение? Или не повиновение? Или грех? Или сомнение? Или мои уста? Или я не хожу в любви? Ничего не происходит просто так. Ничего не происходит просто так. Такого не бывает. Это не так. Есть причина, по которой ваша жизнь такая, какая и есть. Лучшее место, в котором вы можете прийти, это место, где вы можете искренне посмотреть на себя и оценить себя в согласии со Словом Божьим. Когда вы можете сделать это без чужой помощи, вы увидите такой духовный рост, которого никогда не видели. Когда вы осознаете, что у вас есть проблема, вы получите силу. Когда вы видите, что в вашей жизни сплошная драма, вы увидите, что есть причина, в которой люди не любят вас. Я просто любитель драм. Вам нужно лишь остановиться и прислушаться к себе. Ваши друзья не берут телефон, когда вы звоните, потому что они пришли в мир Божий, а вы звоните и слышите. У меня нет времени. Вы должны подготовить себя к разговорам с определенными людьми. Что они преподнесут сейчас? Устроят ли они драму по поводу своих детей? У меня нет времени на драмы. Но ведь вы христианин. Вы делите время на мои проблемы. Вам стоит внимательно читать Писание. Я не должен. Вы сами должны совершать свое спасение. Да, я могу наставить вас, но я не могу заставить вас делать то, в чем я вас наставлял. Я узнал, что люди делают то, что хотят. Они делают то, что хотят, даже после того, как ты провел с ними тысячу часов. Они все равно делают то, чего сами хотят. Субтитры создавал DimaTorzok .